Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Во всем мире борщ считают русским блюдом, хотя готовят его и называют своим по всей территории России, а также в Украине, Польше, Литве, то есть практически на всем пространстве бывшей Российской империи. Естественно, когда блюдо готовят на такой огромной территории, единственного верного рецепта существовать просто не может. И так получилось, что в нашей семье прижился рецепт украинского борща, описанный историком-исследователем кухонь различных народов Вильямом Васильевичем Похлёбкиным в книге «Кухни наших народов». Под нашими он подразумевал народы СССР. Если честно, борща вкуснее, я не пробовал. Приступим. Хороший борщ от фреско начинается. Эээ, спокойнее. Тогда уж от фрески. В каких условиях приходится работать? Это я в нашей семье готовлю борщ. Ты его готовил последний раз в год назад. Ну и что? Всё равно он самый вкусный. Ну, с этим не поспоришь. Хорошо. Сегодня я под руководством придирчивого оператора... И режиссёра. И режиссёра готовлю тот самый Похлёбкинский борщ. А хороший вкусный борщ начинается с хорошего правильного бульона из грудинки с небольшим количеством жира. Вот именно такой бульон у меня здесь. Как обычно, я залил грудинку холодной водой и варил, постоянно снимая пену, при очень слабом кипении 2 часа. Займусь предварительной подготовкой овощей. Только сначала отправлю половину сала в морозильник. Оно мне понадобится ближе к концу готовки. Вот передо мной 3 группы продуктов. В одной сало, свекла, сахар, томатная паста и яблочный уксус. В другой морковь, лук, корень петрушки, сливочное масло. В третий картошка и капуста. Я их так разделил, потому что для каждой кучки свой способ готовки. Чтобы не приуныли, пока я чищу и режу овощи, я сделаю монтаж. Капуста, сало, свекла, морковь, петрушка должны быть порезаны соломкой, а лук кубиками. Картошку залью холодной водой, чтобы не потемнело. Поставлю на плиту две сковороды. Под одной зажгу огонь и положу топиться сало. Один из способов быстрой очистки картошки я демонстрировал вот тут. Напоминаю старым подписчикам и сообщаю новым, что на канале есть специальная рубрика «Скизм Тулз». где я демонстрирую различные технологические способы обработки продуктов на кухне. Например, очистка лука быстрая вот в этом ролике, а нарезка лука вот в этом. Сало вытопилось. Добавлю свеклу, чтобы она пассеровалась. И сразу немного яблочного уксуса, чтобы сберечь цвет. В другой сковороде растоплю сливочное масло. Здесь будут пассероваться лук, морковь, петрушка. Порежу картофель кубиками. Ты про нагрев ничего не сказал. Какой нагрев? Сковородками. А, да. Нагрев под сковородками средний и ниже среднего. Мясо достану и отложу. Добавлю картофель и капусту в кастрюлю с бульоном. И варится минут 10-15. Смотрите. Вот они, наши три группы. Здесь у нас варятся капуста и картошка. Здесь обжаривается морковка, лук и петрушка. А здесь томится свекла. Сейчас добавлю сюда сахар. И томатную пасту. Сейчас самое время отделить грудинку от костей. Ты не сказал, почему ты грудинку используешь? Потому что ты мне сказал использовать грудинку. На самом деле требования режиссёра, конечно, важны. Но ещё важнее то, что самое вкусное мясо растёт на костях. И грудинка для бульона вне всякой конкуренции. Итак, 15 минут с момента закладки картошки и капусты в кастрюлю прошло. Возвращаю в кастрюлю мясо и добавляю в кастрюлю содержимое обеих сковородок. После чего оставлю вариться ещё на 10 минут. А сам тем временем займусь приготовлением ароматной заправки. Подмороженный кусочек сала натру на тёрке. Я его для этого убирал. Слегка измельчу 2 зубчика чеснока. А потом порублю петрушку. А теперь сложу всё в стопку. Добавлю щепотку крупной соли. И всё вместе перетру. А, собачка, он не слезит? Он не слишком сильный? Нет, всё нормально. Так, добавлю сюда несколько лавровых листов. Несколько горошин чёрного перца, раздавленных. Посолю. С учётом того, что соль есть уже и в этой заправке. И даю повариться ещё 3-5 минут. Всего от момента закладки картошки и капусты до момента выключения борщ варится полчаса. Мне нравится такой способ готовки. Ну ещё бы. Ах, можно и чаще, чем раз в год готовить. Последний аккорд. Выкладываю заправку и отключаю. Даю немного настояться под крышкой. Тарелки, конечно, заправляю сметаной. Чтобы количество жира приблизилось хотя бы к 50%. Настоящие щирые хлопцы сейчас бы, конечно, затребовали себе пампушек с чесноком со смальцем. А я с багетом попробую. Сейчас бы горилки, но в кадре нельзя. А зато за кадром можно. Рецептов большая столько, сколько поваров. И каждый уверен, что и вот рецепт точно самый лучший. Так вот, все они ошибаются. Самый лучший борщ – вот этот. Да нет, не конкретно этот, а тот, который и сейчас перед вами в тарелке. Нет нужды особенно распространяться о том, что такое борщ в нашей культуре. Борщ – символ домашней кухни. Борщ для некоторых мужчин мерилы женской любви. Готовьте борщи, ешьте борщи, любите друг друга, плодитесь, размножайте. Что-то меня сегодня особенно часто перебивают. Всю информацию по борщам и не только по борщам вы можете найти под описанием видео. Если понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!